привет ребята это исследователь такая новость радостная но она такая показательная поэтому я и выбрал не платежи кругом тем кто работает трудится это естественно потому что в том что оно ненужное бесправное звено но всегда таким будет значит ли она будет какие-то права будут у людей но это прогонит паразитов пиявок чиновников государства закроет откроет новое намного лучше поэтому какие права трудиться работать без толку здесь например я читал недавно агрокультура какой-то сайт есть там они описывали сложности с молоком что нужно не дешевле 25 рублей чтобы пускная цена она может упасть до 15 тогда зарплаты будут не смогут они поддерживать зарплаты 20 25 тысяч рублей на фига поддерживать зарплаты 25 тысяч рублей если соседних странах тут но в финляндии например там работник получает 250 тысяч рублей это например грузчик в порту 4000 евро можем на 70 ну там около 200 250 тысяч работающие а зачем здесь работающим получать по 250 по 25 и у навального программе 25 просто зарплаты должны быть такие же как соседних государствах тем более у них же нету и нефти и газа то есть легко это можно сделать это 10 раз меньше зарплаты но это ужасно ужасно может люди не забрались и еще что-то там я уж не знаю где-то люди в чатах стримах пишут что у меня там нормально но я говорю ну вот у нас кто работает люди они 20 тысяч получают все тратят на еду по сути на куда можно 20 тысяч потратить они говорят нет нормально у меня там на счету миллиона рублей ну как какие миллионы миллионы как бы на обычной работе невозможно заработать какие-то типа бизнесмены но они даже не рассказывают точно что за что за работа у них наверняка какая-то не совсем явно честно и тем более как тут не говори все равно средний класс его очень мало около пяти процентов россии может быть даже меньше сейчас уже будет поэтому ну какие-то у кого-то лежат какие-то миллионы но они идиот если у них лежат вообще в российских банках потому что российская банская система рухнула в общем я отошел от этой новости просто такое вступление насчет работы и всего мне кажется важно понимать суть здесь ты работаешь на еду и пенсию тебя будет 8000 если вообще она будет ну херова все развалилась государство подохла в общем что я хотел сказать и подохла не потому что его кто-то разрушил а потому что изначально были заложена такая схема вот говно такое вертикальное дерьмище с царишкой поганым и здесь я вот читал месяц назад что зарплату не платят этим работникам метро который строит святое метро до святого объекта зенит арена это же вот царишка там хочет посидеть поорать россия это я и вот уже у царя царишка что ли деньги кончились ну как бы я понимаю него не кончились у него 500 миллиардов долларов где-то там золоте в алмазах лежат но он не не отдаст он умирать будет на них короче и вот такая вот радостная новость по мне что государство ну должно подохнуть там не платить этим вот людям которые да надо все равно работать не не работать надо государственно закрывать вот такой вот вывод я хотел сделать так что пускай прижимает всех потому что обыватели они но не поддерживают преступный режим занимаются не занимаются они политикой неважно если не занимаются еще больше поддерживают преступников которые называются государство я россия ну вот то есть не выплачивали зарплаты счетом с октября где-то месяца три-четыре вот на этот святой объект люди там устроили забастовку им наврали как обычно забастовки работают что могу сказать по делу забастовки работает устраивайте их они работают они наврали что выплатят но не выплатили тут еще интересно что они перевели в банк а там счета арестованы и то есть система банк старцы она не знает что где происходит ну как бы типа система такая вот действительно она государств ты не видишь ни счетов ничего но они тоже нихера не знают они берут делать перевод система старая такая вот какие-то вот эти 1с ски и программы ебучие отсталые все отсталые и они не видят блокирован счет и заблокирован деньги висят конечно они потом найдут их потому что это их система но корявая вот эта сранина вот эти платежки вот это ли на листочки вот это целый листочек занимает информация то что в крипто кошельке код вот это 24 цифры по моему там и буквы это в стороне специально они не модернизируют я хотел тоже поговорить вот об этом банские переводы хотя есть электронные они делают это вот старые с каких-то там 50-х годов вот эта платежка форма там увидели вот этот образец где все раскидано ужас ужасно все это и ты ничего не сделать тут просто можно сидеть и просто констатировать ну хотя бы понять это надо многие не понимают они думают блин прогресс карточки есть карточка мир карточка мира это не прогресс это карточка раба так зарплату в общем они отправили 50 миллионов это еще надо проверить может отправили может нет мы счетов то не видите так будет в ближайшее время выплачено смо 11 там банкрот этот смо 11 так что выплачивали в январе за октябрь и часть ноября однако после обещания руководства от этой идеи отказались ничего не понял решили выплатить отказались смольным утверждают что проблема снята зачем они делали перевод у них же есть черная касса ну в ячейках лежит бабос какой-то там и и просто сняли бы там какие-то миллиарды наверно лежат ну и дали бы этим рабочим но не хотят они как бы даже какие-то копеечки давать радостная новость но часто люди говорят что грустные грустные новости вот по сути это радостная новость я вам радостную новость рассказал чуду средства выплачиваются все равно какая-то проблема дальше возникнет опять остановится этот проходный щит или что или станцию не достроят но станция по сути не нужна этот стадион он стоит там люди не живут до станция царю чтобы он один на пять минут приехал это ужасно конечно просто просер а не денег пустую но вот в общем все сказал и сбоку как вы видите тут новость лопнула труба отремонтированная это миллиард роликов у меня уже те кто эксплуатируют трубы или провода они их и портят они не эксплуатируют они все херово делают проконтролировать некому поэтому труба не лопнула и и и ремонтировали с нарушениями это не диверсию делают и лопнует обычными труба стык где сварка идет еще раз тогда расскажу пока ребята слава мне и